Сегодня в Новосибирске проходит первая репетиция Парада Победы. Днём над городом пролетели боевые самолёты и вертолёты, а в эти минуты действия отрабатывают представители сухопутных войск. На площади Ленина сейчас находится мой коллега Андрей Баев, он на связи со студией. Андрей, добрый вечер, вам слова. Добрый вечер, Иван. Первая сводная репетиция Парада 9 мая в честь Победы Великой Отечественной войны началась ровно в 8 вечера. Сейчас за моей спиной уже проходит военная техника, это боевые машины, пехоты, это наши всем известные и грозные орудия, такие как ракетные установки ЯРС, также установки реактивного ракетного огня Ураган и многие другие. Кстати, в этом году впервые будет возглавлять механизированную колонну восстановленный танк Т-34 и управляет этим танком как раз экипаж, который и восстановил боевую машину, которая стояла очень много лет как постамент, как памятник. Кроме того, уже первая репетиция прошла и пеших колонн принимают участие как все соединения 41-й общевой войсковой армии, так и вновь созданы бывшие внутренние войска, а сегодня Росгвардия. Сотрудники МЧС, сотрудники ГУФСИН также представлены в коробках. Кроме этого, в пеших колоннах впервые принимают участие в параде юно-армейцы. Это ассоциация, которую создал наш министр обороны в 2015 году, ассоциация молодежных военно-патриотических клубов. Ну а сейчас, как мы видим, за моей спиной проходят те самые грады, уже всем известные. Кроме того, ждем на площади боевые машины «Тигр». Ну и что можно сказать об обстановке? Конечно же, пробки сегодня вечером, перекрытие улиц, ну не без этого, но судя по людям, которые здесь собрались на площади Ленина, ну по моей оценке, вот так вот на взгляд, буквально тысячи-тысячи новосибирцев пришли посмотреть первую тренировку. Напомню, что вторая тренировка военного парада в честь победы в Великой Отечественной войне пройдет 6 мая в 10 утра. Так что 6 мая, несмотря на то, что выходной, но центр города также будет перекрыт. Ну а собственно сейчас продолжает механизированная колонна свое шествие. Ну и первые комментарии, и первый разбор состоится уже через несколько минут. Предлагаю посмотреть на грозные орудия, грозные орудия «Ярс». И, конечно, не только «Ярс», но и боевые машины «Ураган», «Эскандер». Вот они, «Эскандеры» идут сейчас по площади Ленина. Ну и немножечко добавлю об авиационной составляющей. В этом году также пролетят над главной площадью города Новосибирска вертолетные расчеты Ми-8 и Ми-24 штурмовики. И кроме того пролетят наши, естественно, истребители «Миги» и «Су». Ну, пока на этом все, вся информация впечатляет. Конечно, впечатляет наша грозная ядерная триада. У нас представлено все, кроме флота. Ну а я говорю подробности о том, как прошло и оценку первой репетиции командующей 41-й армии, даст уже буквально через несколько минут. Ну а мы об этом обязательно расскажем. Спасибо. Это был наш корреспондент Андрей Баев.